В Ташкенте открылась выставка «Дива» – итальянский гламур в украшениях моды. Здесь представлены 200 фэйшн-украшений с 50-х годов по сегодняшний день. Образцы красоты, творчества, мастерства и инноваций. Это не просто бижутерия, а настоящий культурный объект, представляющий истоки и ценности Италии. На выставке можно знакомиться с шедеврами ведущих итальянских мастеров бижутерий, модных брендов, воплощающих уникальное итальянское творчество, и независимых дизайнеров, которые привносят в процесс эволюцию форм, инновации материалов и использование новых технологий. Эта выставка проводили уже в пять стран, в основном Персидского залива, в Узбекистане. У нас тоже есть сотрудничество в этой сфере, в сфере ювелира. Вместе с проектом Италия здесь сотрудничает для производства золотых изделий, для производства ювелир вместе с узбекскими партнерами. Есть тоже наши компании, которые здесь продают оборудование. В выставке представлено 200 итальянских модных работ, начиная с 1950-х годов по сегодняшний день. Здесь есть три раздела – мастерство, искусство и дизайн. В отделе мастерства вы можете увидеть работу мастеров, которые умеют сочетать свое традиционное ремесло с современными трендами. Что касается дизайна, конечно, итальянский дизайн представляет очень развитое направление в современной художественной культуре Италии. И здесь представлены работы именно дизайнеров, которые не только разрабатывали коллекции, они вовлекали сюда ювелирные изделия. В то же время мы знаем, что парфюм тоже является составной частью. То есть вот это отношение к одежде, чтобы женщина, обыкновенная женщина в современной жизни выглядела красиво, вот это, наверное, является лозунгом вообще развития дизайна. Что касается моды, то мы знаем, что, конечно, Италия – это законодатель мод, один из известных законодателей моды в мире. И здесь представлены ювелирные искусства очень известных центров, например, Веченце или Милан, например. Ювелирные украшения от модных брендов, запоминающиеся и бросающиеся в глаза, представлены на выставке «Диво», которая продолжит свою работу до 9 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова